Всем привет, мои хорошие! Видео цветение сегодня начнется с показа листьев, потому что я периодически об этом забываю. Мне потом люди пишут, Юля, ты не показала картину, какая там картина. Вот такие листочки. И потом на длинном цветоносе у меня распустился первый бутон. Я, как всегда, не могу дождаться распуска всего. И снимаю самый первый. Это недавно полученная моя Phalaenopsis Intermedia Orange Lip. Надула бутончик, уже первый распустила. Тут видно парочку отсушила. Но речь сегодня пойдет не об этом. Я цветением довольна. Гибрид Афродиты и Эквестриса Intermedia. Это природный гибрид. Они живут рядышком, живут в одной местности, часто опыляются между собой. И у них огромнейшее многообразие форм и цветов, потому что разные цветовые вариации могут опылиться. Да, в дикой природе встречаются не только классические вариации, но могут быть и другие, хотя им частенько бывает немножко тяжелее выжить. Так. А в селекции, конечно, этот Phalaenopsis бывает просто неимоверных различных вариаций. И очень часто, глядя на эти вариации, даже тяжело поверить, что это один и тот же Phalaenopsis. Очень интересная штучка. Мне понравилось, что он больше в Эквестрис. Хотя, признаюсь честно, я хочу, конечно же, и тот, который больше в Афродиту. Такая более, как бы, классическая форма для этого гибрида считается. Но вот тут мне тоже все очень-очень понравилось. Такой увеличенный Эквестрис. Симпатяга. Что касается ухода. Так как родители этого гибрида в дикой природе живут бок о бок, это и, собственно, получившийся у них результат тоже можно содержать так же, как мы содержим родителей. И здесь не будет никаких подводных камней. Как вот я перед этим рассказывала про один из гибридов, где один родитель теплого содержания, другой холодного. Но вот здесь все усложилось удачно. И содержим мы их достаточно тепло. И оба родителя достаточно пластичны к температурам. Поэтому лучше в идеале, как бы, содержать их более тепло. Но из-за их податливости, они выдерживают достаточно прохладные температуры. И все-таки их можно содержать у себя на подоконнике, не заморачиваясь условиями. Полив они любят обильный. Но нужно давать субстрату просыхать все-таки между поливами. Для зацветания им необходим перепад температур суточный. А для удачного содержания им нужен перепад как суточный, так и сезонный, но небольшой. Период покоя, как ни странно, у двух этих теплых фаленопсисов есть. У гибрида он тоже будет. Но это будет легкий такой период в один месяц, когда растение, скорее всего, просто сбавит темпы роста или не будет растить ни листики, ничего, только корешочки. Немножко передохнет и снова в бой. Нет, прелесть, не могу налюбоваться. Всматриваюсь в губу, шалит у меня фокус. Ну вот, посмотрите на эту прелесть. Просто супер. Очень-очень красивый товарищ. Ох, прыгаю с одной темы на другую. У меня будет содержаться, как обычно, в моих условиях, при искусственном освещении. Ничего нового. Так, снова покажу густик. Корешочки хорошие. Отсвечивает. Так, хотела поснимать на солнышке, чтобы лучше передавался цвет. Но при этом, конечно, да, бликует и отсвечивает, поэтому не очень удобно бывает снимать. Вот такая вот прелесть. И на этом я буду заканчивать. Вот такая прелесть. Обещаю, конечно же, когда распустится больше цветов, снять в каком-то другом видео, показать букетик. Я надеюсь, что она больше отсушивать не будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Жду ваших комментариев. Также не забывайте заглядывать в инфобокс под видео, в описании. Там много всего интересного. Там ссылочки на моей страничке в соцсетях, где будет больше фотографий этого прелестного чуда. Кстати, да, про аромат. Аромат я пока не учуяла. Но у интермеди не всегда бывает аромат. Скажем так, его наличие – это редкость достаточная. И теперь уже совсем все. Всем солнечных дней. Пышных цветений. Пока-пока.